Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланиям, по соборным посланиям Святаго Апостола Евангелиста Иоанна Богослова. Сегодня мы будем с вами читать и рассматривать Третье Послание Апостола Евангелиста Иоанна Богослова. Оно, как и Второе Послание, состоит всего из одной главы. Что содержится в этой главе? Прежде всего, приветствие Гаю и похвала ему об этом с первого по четвертый стих. Есть точка зрения, что Гай – это не собственное имя, это одна из общин того времени, которая имела такой позывной, как бы сейчас сказали. Исследователи Евангелия от Иоанна, исследователи его посланий знают, что он использует шифр, который был понятен только для своих. Так, в Апокалипсисе Вавилонская блудница – это, конечно, город Рим. Зверь из бездны – это император Нерон. И многие другие слова и выражения, они, конечно же, понятны для христиан. Но, относясь к конкретному историческому периоду, они относятся и ко всем последующим временам христианской истории и к последнему Апокалипсису, который ждет весь род человеческий при воцарении последнего Антихриста. В этом как раз и есть сила Слова Божьего, которое всегда живо и действенно, то есть актуально, и для того времени, когда оно писалось, для всех последующих времен и о самых последних днях существования рода человеческого. После приветствия Гаю и похвалы ему о добродетелях страноприимства, об этом с 5 по 8 стих, обличения Диатрефа и похвала Димитрию, об этом с 9 по 12 стих, далее известия, то есть некие сообщения и приветствия с 13 по 15. И мы читаем приветствие Гаю и похвалу ему с 1 по 4 стих. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине». Все-таки правильнее настаивать на том, что это обращение к некой общине, которая имела такое наименование. Иначе бы это послание не называлось бы «соборным посланием», а называлось бы «посланием Гаю», как у апостола Павла есть послание к Титу и два послания к Тимофею, но этого нет. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, «И в этом послании, как и во втором, святой апостол не упоминает своего имени, возможно, именно по конспирологическим соображениям, а называет себя старцем, обращаясь к Гаю. Он называет его «возлюбленным», обращение, которое мы часто находим в первом соборном послании. Имеется в виду послание тоже апостола, евангелиста и она богослова. Далее мы читаем со второго стиха и ниже. «Возлюбленный» – это обращение к Гаю, оно здесь продолжается – «молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Пусть задумаются протестанты и неопротестанты, которые против того, чтобы священников называли отцами. Иоанн Богослов всех христиан называл детьми своими, будучи для них настоящим духовным отцом. И церковные историки Всевики Сарийские, об этом уже говорили, описывают, что последние дни перед смертью Иоанн Богослов, уже немощный и очень пожилой человек, произносил только одну и ту же фразу «Детки, любите друг друга». Протопресвитер Михаил Помазанский так комментирует четвертый стих «От первых дней своего существования Святая Церковь Христова неустанно заботилась о том, чтобы дети ее, члены ее, твердо стояли в чистой истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине», пишет святой апостол Иоанн Богослов. Конец цитаты. Здесь протопресвитер Михаил Помазанский, очень известный православный богослов, настаивает на том, что это не частное послание, а как соборное является именно таковым. Далее идет раздел с 5 по 8 стих «О добродетели страноприимства». И мы читаем 5 стиха ниже. «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед Церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. И так мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины». Здесь апостол-евангелист Иоанн Богослов показывает, как важно, когда мы не впадаем в зависимость от язычников. И был такой период в русском христианстве, отечественном, когда нас заваливали с Запада гуманитарной помощью. И она всегда, как правило, была не самого лучшего качества. Но некоторые общины, приходы, даже центры были завалены этой гуманитаркой, я имею в виду церковные центры. Это, конечно же, печально. Вот такая привязанность гуманитарной помощи делает и само сознание таких христиан неким гуманитарным, заимствованным, потому что вслед за помощью идут книжки, идут лекции, выступления всяких заезжих людей. Не взяв ничего от язычников. Вот эта фраза, она имеет значение для нас. То есть, не взяв ничего от тех, кто не принадлежит к народу Божию. Такое словоупотребление говорит о том, что христианская церковь постепенно начинает осознавать себя новым Израилем, новым Иерусалимом, который не причастен к стихиям и заблуждениям этого мира. То есть, христиане – это люди, которые всегда пытаются сохранять целомудрие веры. А если ты начинаешь принимать подарки, например, девушка, которая принимает подарки от мужчины, может быть, даже от женатого мужчины, конечно же, она обеспечена и она подставляет свою девственность. В Священном Писании, книга Бытия, 14 глава, 21-23 стих, мы находим такие слова. «И сказал царь Содомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимаю руку мою, Господу, Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогател Авраама». То есть, те, которые впадают в зависимости от людей других нравственных моральных ценностей, других вероубеждений, они незаметно для себя теряют целомудрие собственной веры, расслеваются, как беспечная девица, которая принимает подарки, поспешно, от многих мужчин. в книге «Второзаконие» 23 глава 17 стих сказано, «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых и не должно быть блудника из сынов Израилевых». И далее говорится о том, что на храм не принимается пожертвование от блудницы и пожертвование от пса. «Авраам, который говорит царю Содому «Даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогател Авраама», является пример целомудрия и абсолютной независимости от того мира, в котором он обитает. Однажды группа монашествующих сидели на берегу ручья и смотрели, как чистая вода пробегает между камней, многие из которых они находились полностью под водою. Была хорошая погода, солнце светило, ясно, и каждый камушек можно было рассмотреть. Монашествующие братья обсуждали только один вопрос, как сохранять чистоту, живя среди мирского окружения. И в какой-то момент старец попросил, чтобы ему подали конкретный камень, он указал на него рукой, из ручья. Камень вынули. Старец попросил разбить его пополам. С некоторыми усилиями монахи это сделали, и старец взял две половинки и обратил их внимание на то, что внутри камень абсолютно сухой. И он сказал, если бы влага проникла бы вовнутрь этого камня, он бы рассыпался, превратившись в песок. Но он, сохраняя свою твёрдость, обеспечивает сохранность как таковую. Он не стал песком, он остаётся камнем. Так и христианин, который живёт в окружении разных людей, иноверных, инопонимающих, имеющих другие нравственные, моральные ценности, предпочтения, он должен проявлять иногда некую твёрдость. Твёрдость. Потому что, если он этого не сделает, то он потеряет всё, что имеет. И то, что в книге Второзакония, 23 глава, говорится, что от блудницы не принимается пожертвование на храм и от пса, это запрет принимать пожертвование от тех, которые живут иной жизнью. Псом в данном контексте называется блудник-гомосексуалист. Псом, потому что есть определённое положение тела для подобных нечестивых совокуплений. Слово Божие настаивает на том, что мы готовы общаться с блудниками этого мира, иначе бы нам пришлось уйти из мира. Но если кто-то называется братом и ведёт греховный образ жизни, и мы не видим исправления и попытки начать вести иной образ жизни, мы должны дистанцироваться от таковых, не принимая ничего от них, дабы не оскверниться и вместе с Авраамом решительно сказать, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогател Авраама. Далее с 9 по 12 стих обличение Диатрефа и похвала Димитрию. И мы читаем 9 стих, я писал церкви, но любящие первенствовать, у них Диатреф не принимает нас. Обычно, когда мы говорим о христианских лидерах, о представителях православного эстаблишмента, которые слишком зазнались, мы относим это только к нашим временам. Нам кажется, что такого никогда не было и быть не могло. Но здесь мы видим, что и в апостольские времена это было, и, казалось бы, Иоанн Богослов, возлюбленнейший ученик Христа, но этот возгордившийся представитель церковного эстаблишмента, Диатреф. Он противостоит ему. Но любящий первенствовать у них Диатреф не принимает нас, то есть не только Иоанна Богослова, но и других апостолов. Беда Достопочтенный пишет, по всей видимости Диатреф это некий известный эресиарх того времени, гордый и надменный, предпочитающий узурпировать власть в церкви и проповедовать новые учения вместо смиренного повиновения преподанным Иоанном заповедям. Это из трактата Беды Достопочтенного о семи капфолических церквах. но здесь есть некая трудность. Иоанн пишет, я писал церкви, но любящий первенствовать у них, то есть у этих церковных людей, не принимает нас. Едва либо апостолы рвались бы на какое-нибудь еретическое собрание. Возможно, речь идет о еретике, которого еще не изобличили открыто и явно, и он, предвидя то, что такое может произойти, пытается оградить себя и свою общину от апостолов. Далее мы читаем 10 стих и ниже. «Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви», здесь не сказано из раскола или там из секты, и изгоняет из церкви, то есть он занимал и высокое положение в церкви, если он имеет как бы право изгонять, возлюбленный, не подражая злу, но добру, кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога, может быть, опасаясь, что такой резкий тон для него апостола любви слишком, далее он говорит о чем-то положительном, «а Димитрия засвидетельствована», то есть образ Димитрия как бы в противоположность диатрефу, «а Димитрия засвидетельствована всеми и самою истинною, свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинное». архиепископа Верки Таушев пишет, затем, то есть после резких слов о диатрефе, затем похваляет некого Димитрия, который по преданию был епископом филадельфийским, филадельфийским. Далее идет раздел с 13 по 14 стих, «известие и приветствия». «Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам». Мы уже встречались с подобным выражением во втором послании. Действительно, заочное общение – это одно, а очное, что называется, действительно, глаза в глаза совсем другое. «А надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам». Что значит вот это выражение «устами к устам»? Оно означает некий такой семитский эфемизм «сказать тебе и услышать то, что ты хочешь сказать мне». 15 стих «Мир тебе приветствует тебя друзья, приветствует друзей поименно». Что значит «приветствует друзей поименно»? То есть «каждого приветствуй от моего имени». Ведь действительно, это послание не к какому-то одному гаю, это послание ко многим. И в окончании слово «Аминь» Беда достопочтенный пишет «Иоанн шлет друзьям благодать мира и спасения, показывая тем самым, что Диатреф и другие враги истины не причастны ни спасению, ни миру». И оканчивая первую главу этого послания, она же последняя, произнесем тоже это слово «Аминь». То есть истина так. Отцы, братья и сестры, подписывайтесь на библейский канал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя, молитесь за то служение слова, которое мы совершаем на этом библейском портале. у «Экзегет»